Когда погода, скорости не помеха. В столице десятки экстремалов собрались, чтобы выяснить, кто из них самый быстрый. Полем для битвы они выбрали акваторию реки Еси. На месте происходящего находится и наша съемочная группа. К эфиру присоединился мой коллега Андрей Деменок. Андрей, приветствую. Какие новости на трассе? Не появилось желание самому сесть за руль? Студия, приветствую вас. Мы сейчас находимся прямо на льду. Здесь в разгаре открытое первенство столицы. На самом деле сейчас уже заканчивается квалификация. Отвечая на свой вопрос, хотелось бы здесь? Конечно, хотелось, но, к сожалению, пока не удалось. Потому что заканчивается квалификация, потом перед финальными заездами будет пауза. Надеюсь, удастся прокатиться. Ну и так, в таком формате открытое первенство города уже проходит второй раз. На этот раз в нем участвуют 29 участников. Преимущественно это, конечно, жители столицы Якмолинской области, но также активные представители северных регионов страны. Это Североказахстанская область и Павлодарская область. Каких-то ограничений определенных по возрасту у участников нет. Насколько нам известно, самому младшему участнику 14 лет. Отдельного внимания, конечно, заслуживают сами автомобили. Если на первый взгляд это может показаться, что это стандартные заводскими настройками, так сказать, транспортные средства, это совсем не так. Сейчас предлагаю послушать синхрон одного из автолюбителей, гонщиков, пилота. Вот что он нам рассказал о своем автомобиле. Не хватает выворота, не хватает мощности, то есть валка, подвеска неправильная. Ну, гражданская машина рассчитана на комфортную езду. Здесь никакого комфорта вообще нет. Все элементы, рычаги, мост, коробка, все усилено. Мотор от приоросты тоже доработан уже. Доработана по безопасности в плане каркасов, ремней и так далее, чтобы это было все безопасно, чтобы не остаться где-то на бурте, потому что перевернуться здесь легко. Кто вот там супер профессионал у нас теперь стоит? Ну, раз никто не возражает. Как я уже сказал, квалификация сейчас заканчивается. Буквально там на финише осталось пару автомобилей. Уже через несколько минут начнутся финальные заезды. В финал отбираются 16 участников из 29. Система следующая. Изначально участнику еще на старте даются 100 баллов. И за каждую ошибку, допущенную трассе, баллы будут минусоваться. Ну и, соответственно, у кого по итогу останется больше всего баллов, тот и побеждает. Вот, как мы видим, здесь стоят уже непосредственно автомобили. Кто-то проехал, кто-то только готовится. Некоторые и вовсе не вышли на старт из-за технических неполадок. Здесь же находятся домкраты, запасные шины, много всего, что необходимо. На самом деле, людей очень много, большой интерес со стороны жителей столицы. Несмотря на то, что на улице погода не совсем приятная, однако, по словам организаторов, нынешняя погода практически идеальна. Если учитывать, что в столице было 2-3 дня назад, когда очень сильные морозы, ветер, метель и так далее, то сейчас практически погода для заездов можно назвать идеальной. Так вот, там за моей спиной дежурят спасатели, скорая помощь, чай, кофе. Практически, можно сказать, созданы идеальные условия для того, чтобы стоять здесь на льду и смотреть за заездами. В студии у меня пока на этом все. Может быть, вопросы? Да, Андрей, я не ослышалась. Действительно, участнику младшему 14 лет, у него нет прав. Как его допустили? 88, получается, участник за этот прав. Да, на самом деле, у нас тоже заинтересовал этот вопрос, но, однако, как заверили организаторы, все это законно. У него есть доверенность со стороны, доверенность от родителей, соответственно, разрешение, поэтому никаких претензий к нему нет. Здесь на месте также, помимо спасателей и врачей, дежурят полицейские, поэтому, насколько нам понятно, что вроде как все законно. Андрей, обязательно спросите это у полицейских. Спасибо большое. Я напомню, на прямой связи со студией был Андрей Деменок.